Здоровье это еще не все, но все без здоровья ничто, поэтому ближайшие полчаса посвятим полезной информации. Бесплодие сегодня является одной из самых острых проблем нашего общества. Достаточно сказать, что более 15% пар, а это около 20 миллионов потенциальных родителей, не могут завести ребенка. Причем бесплодными оказываются женщины и мужчины почти в равной степени. Ускоренный темп современной жизни, стрессы, вредные привычки, экологические и социальные трудности делают эту проблему актуальной. А есть ли у этой проблемы решение? Об этом мы поговорим сегодня. Наши эксперты, знакомьтесь пожалуйста у нас в студии Ольга Тюмина, директор медицинского центра «Династия». Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте НС и здравствуйте дорогие телезрители. И Юлия Черезова, руководитель амбулаторно-поликлинического подразделения в Новокуйбышевске, врач, акушер-гинеколог, репродуктолог. Добрый день. Здравствуйте НС и здравствуйте дорогие зрители. Понятие репродуктивный возраст, как мне кажется, такое очень расплывчатое и наверное точной нормы его не существует. Вот в Советском Союзе считалось, что репродуктивный возраст это 30-32 года. И многие акушер-гинекологи по привычке называют женщин подобного возраста старородящими после 30. Что на сегодня, все-таки в каком возрасте мы рожаем? К сожалению, репродуктивный возраст женщины сейчас сдвинулся на поздний репродуктивный возраст. Следует отметить, что в наш центр ежегодно обращаются женщины старше 35 лет в большом количестве. Больше 42% женщин в возрасте 35 лет плюс обращаются в центр за получением медицинской услуги лечения бесплодия. И это очень печально, так как рожать нужно в другом возрасте. До 30 лет женщина должна родить двух детей обязательно, для того, чтобы наше население увеличивалось, наше население не старело, для того, чтобы рождаемость превышала смертность. Ольга Владимировна, Вы сказали, к сожалению, возраст стал старше, но с другой стороны, люди уже в сознательном возрасте хотят еще рожать. Это же, наверное, не очень плохо. У этой медали две стороны. Конечно, женщина старшей возрастной группы относится к материнству осознанно. Это женщина состоявшаяся, это женщина, сделавшая карьеру, это женщина та, которая встретила своего любимого мужчину. Возможно, это второй брак и желание иметь второго ребенка в новом браке. И это действительно та женщина, которая может дать все своему ребенку в данном возрасте. Вторая сторона этой медали – это ее здоровье. Здоровье женщины в позднем репродуктивном возрасте лучше, к сожалению, не становится. Рост заболеваемости гинекологической патологии растет в старшей возрастной группе. К тому же в этом возрасте накапливается патология соматическая. То есть кроме гинекологической патологии у женщины существует еще масса проблем с соматическим здоровьем. И это все затрудняет и наступление беременности, и рождение здорового ребенка. Также сложно вынашивать в возрасте 35+. Поэтому задумываться о рождении первенца нужно с 20 лет. И рожать второго ребенка, как я уже сказала, также желательно до 30 лет. Но все-таки, слава богу, есть медицинские центры, которые помогают в решении этой проблемы для тех, кто не может завести ребенка, не может забеременеть. И вот конкретно ваш центр планирования семьи в прошлом изменил название, и вы теперь называетесь медицинский центр династии. А с чем это связано? В прошлом году действительно мы изменили название, чтобы появилось яркое брендовое название, по которому нас узнавали. И это название должно полностью отражать тот вид деятельности, которым занимается центр. Ежегодно более тысячи супружеских пар обращаются к нам, чтобы продлить свою династию. И наше название династия полностью отражает наш вид деятельности в помощи данным супружеским парам. И, конечно, наш центр является многофункциональным. Кроме отделения вспомогательных репродуктивных технологий, в составе центра у нас есть отделение акушерской патологии беременности, и гинекологическое отделение, и консультация брака семья. И также есть отделение, это банк пуповинной крови, отделение заготовки пуповинной крови. И в составе центра функционирует современная, отвечающая всем международным стандартам, молекулярно-генетическая лаборатория. И в целом, название династия, на наш взгляд, сейчас является тем, что люди должны воспринимать как надежное, красивое и тот центр, который оказывает высококачественные медицинские услуги. Ну, а может быть, через годы еще это будет означать и то, что в вашем центре работают уже целые династии докторов? Да, мы не исключаем такие варианты, конечно же, тоже. Сейчас у нас есть 11 врачебных династий, врачи продолжают династии медицинские в нашем центре. А вот так вот, все-таки это очень близко к тому, что я сказала. В прошлом году, в 2016 году, вы работали по государственной программе лечения бесплодия, ваш центр. Можете рассказать, есть какие-то итоги, как вы отработали? В 2016 году было проведено в Самарской области 1442 цикла вспомогательных репродуктивных технологий. Из них 90% этих циклов было проведено в нашем центре. Если говорить об эффективности, то сейчас применяются такие современные методы лечения бесплодия, которые дают практически в каждом втором случае наступление беременности. Вот по итогам прошлого года у нас процент наступления клинической беременности составил 47. Это 47% от всех супружеских пар, которые обратились в центр, получили долгожданную беременность. Насколько мне известно, это очень высокий процент, потому что в среднем, так я слышала, 30-35 бывает. Да, если в сравнении с Европой, то это 32-36%. То есть мы сейчас выходим на мировой уровень. Можно так сказать, что наш центр входит в реестр мировых клиник по результативности. Результативность на уровне мировых клиник, совершенно верно. Это, наверное, очень приятно чувствовать себя, свою работу настолько высокоэффективной, да? А кроме показателя частоты наступления беременности, важно и рождение ребенка. То есть насколько женщина способна выносить этого ребенка, о чем мы говорили в начале программы. Для этого в нашем центре работает отделение патологии беременности. 30% женщин, которые проходили лечение в нашей клинике, ложатся на сохранение беременности. И процент сохранения беременности очень высокий. 98% женщин сохраняют беременность, если вовремя обратились за необходимым лечением. И была вовремя оказана качественная медицинская помощь. Сама проблема бесплодия. Вот мы говорили в начале программы о том, что стрессы, неправильное питание, неправильный, наверное, образ жизни. Она все-таки увеличивается с годами, таких пар становится больше. Эта проблема, наверное, будет актуальна всегда на сегодняшний день, да? Вы говорите правильно, что ситуация в стране меняется с каждым годом. Экологическая ситуация катастрофически тоже меняется. То есть, что мы кушаем на сегодняшний день, да, питание также влияет на репродуктивное здоровье каждого человека на сегодняшний день, и мужчины, и женщины. Это экологические состояния, естественно, влияют на образ жизни. Естественно, мы понимаем, что вредных привычек на сегодняшний день все-таки выбор в сторону вредных привычек почему-то у молодежи выше, чем в сторону здорового образа жизни. Хотя правительство работает в этом направлении, естественно, мы тоже также активно участвуем в этом, пропаганде здорового образа жизни, да, занятия спортом, правильное питание, именно сохранение репродуктивного здоровья на сегодняшний день это молодежи. Также врачи активно работают в плане пропаганды здорового образа жизни, информированности, чтобы народ, граждане Самарской области, не только Самарской области, понимали, как правильно себя вести, чтобы в последующем прийти к здоровому репродуктивному здоровью и выносить полноценных здоровых деток. Вы меня не поправили вначале, когда я сказала, что примерно одинаково бесплодие у мужчин и у женщин, но эта статистика говорит, а на самом деле, может быть, у нас в Самарской области как-то по-другому? Кто чаще обращается? Если говорить о причинах бесплодия, конечно, мы ежегодно анализируем, с какими причинами по бесплодию обращаются к нам супружеские пары. Чисто мужской фактор встречается не так часто, это 12% случаев. В 33% случаев это сочетание и мужского, и женского фактора. И остальные причины – это за женской стороной, это женское бесплодие, причина которых разнообразная. Если говорить о мужчинах, то сейчас репродуктивное здоровье мужчин ежегодно также ухудшается, как и репродуктивное здоровье женщин, к сожалению. Ежегодно эксперты ВОЗ пересматривают стандарты спермограммы. И мы видим, что молодежь, молодые студенты, которые обращаются к нам в центр по поводу обследования, они отличаются худшими показателями сперми, чем мужчины старше 30 лет. И об этом мы говорим, об этом мы выступаем перед студентами в ВУЗах. И задача сейчас здравоохранения – обратить внимание на нашу молодежь, для того, чтобы у нас было здоровое потомство. Я могу предположить, что эта проблема – обратиться в центр, еще и психологическая. Наверное, не всем просто решиться прийти и выложить все, как есть. Ну, конечно, вот если сделать такую небольшую помарочку, да, и исправление, мы диагноз бесплодие никогда не ставим изолированно. То есть, естественно, бесплодие ставится в паре. Поэтому, придя к нам на первый прием, первичный, очень часто, чаще, конечно, мы встречаем женщину. Когда женщина обращается к данной проблеме, о ненаступлении беременности. Потому что в большинстве случаев женщина говорит, может быть, мы сначала начнем обследование с моей стороны, потому что муж говорит, что у него все хорошо. То есть, это, конечно же, часто встречающаяся такая ситуация. Но мы объясняем, мы приглашаем, естественно, женщину в последующие приемы со своими супругами для объяснения, что обследование необходимо вести не только со стороны супруги, но, естественно, и с супруга. То есть, все-таки, комплексный обследование должно пройти оба партнера. Вы уже сказали, что за годы работы ваш процент успешной беременности около 47. А можете сказать, сколько всего детей родилось за это время? И рождение каждого ребенка, наверное, праздник не только для родителей, но и для вас тоже. Конечно, в этом году мы отмечали рождение юбилейных двойняшек. Для нас это был большой праздник. В январе, 9 января родились юбилейные двойняшки. Это 2500 и 2501 ребенок Степан и Матвей. И мы торжественно встречали мамочку с юбилейными двойняшками при выписке из перинатального центра. Это наша гордость. И рождение каждого ребенка мы отслеживаем. И в данном случае это был для нас праздник, который мы устроили и для мамочки, и, конечно, для себя. Мурашки бегали по телу. Но 2500 – это, конечно, цифра впечатляющая. Проходила эта торжественная церемония. Еще и двойняшки. Да, двойняшки. Да и до сих пор еще бывают, встречаем, что приходят к нам родители своими детишками уже спустя 5 лет от рождения ребенка. То есть периодически приходят на праздники, показывают, как растут их детки. То есть очень приятно видеть их в стенах нашего центра. Ну и кроме того, приходят за вторым и за третьим. За третьим, последующими, да. То есть вы такие очень-очень многодетные мамы в сущности. Я знаю, что прямо вот только-только на днях буквально открылось ваше подразделение в Новокуйбышевске. Такое было торжественное открытие. Я думаю, что мы сейчас сможем еще и посмотреть фотографии с открытия. Вот как раз, да. В связи с чем появилась необходимость или вообще каковы были задачи появления нового подразделения? Юлия Михайловна руководитель данного подразделения, поэтому она подробно расскажет. Необходимость открытия, конечно же, данного подразделения была в том, чтобы приблизить, наверное, помощь, специализированную помощь в те районы, которые, может быть, менее доступны. Не все пары могут в связи с своей занятостью, на работе или какие-то семейные переживания уделить себе времени и приехать в город Самару. Или все-таки временной промежуток, расстояние тоже имеет большое значение. Но область у нас немаленькая, конечно. Немаленькая, конечно. То есть с этой целью мы и нашей целью, задачей поставили нашего центра – это приблизить получение специализированной помощи именно в местах, отдаленных от Самары, то есть в область. Естественно, Новокуйбышевск – это наш первый филиал. Почему открыли там? Потому что, естественно, мы решили объединить все области, все районы, южные районы Самарской области. Это, конечно же, помощь может быть оказана, естественно, жителям самого города Новокуйбышевска, Красноармейского района, Чапаевска. То есть к нам могут приехать из Похвестнево жители. Нефтегорск, Борский район, Большая Глушица. То есть большая территория Южного района мы сможем охватить, и пациентам будет проще добраться до города Новокуйбышевска, чем, может быть, ехать в Самар. Тем самым, естественно, помощь будет оказана как в рамках УМС. То есть пациенты к нам приезжают по направлению врачей женских консультаций для получения специализированной помощи в плане подготовки перед программой ЭКО. Если возникают просто вопросы в плане гинекологии у женщин, в том числе мужчин, если возникают какие-то проблемы по здоровью, мужского здоровья. В нашем центре будут оказаны, в нашем филиале именно подразделения нашего центра будут оказаны все те же услуги, что и оказываем мы в городе Самары. Ну, практически. Это врач-акушер-гинеколог, ультворозвуковая диагностика, врачи-эндокринологи, гематологи, андрологи. И плюс, конечно же, обследование. Все то же самое, что эти пациенты получают в городе Самары. Ну вот да, есть же предубеждения у некоторых, что то, что в столице региона это хорошо, а то, что на периферии, может быть, там чего-то нет. Нет, мы будем полностью поддерживать. И специалист из отделения вспомогательных репродуктивных технологий, наша заведующая, как главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью, это Ирина Валерьевна Моисеева, она также будет вести раз в месяц прием в данном подразделении. Среди причин, приводящих к бесплодию, мы называли тут множество, но это еще и, конечно же, аборты. В общем, всем известно. Тоже серьезная такая проблема, я считаю, и для медиков, и для психологов, над которыми многие работают сегодня. Ну, насколько мне известно, вот ваш центр принимает участие в профилактической работе. Вы могли бы рассказать, какая у нас ситуация в Самарской области по этой проблеме, и удается ли вообще какие-то шаги делать эффективные? Конечно же, данный вопрос всегда будет актуален, наверное, так же, как и вопрос бесплодия. Потому что одной из причин, наверное, ненаступления беременности, это в анамнезе проведенные прерывания беременности. Очень важная проблема на сегодняшний день, которая стоит перед правительством для увеличения, естественно, рождаемости, для улучшения демографической ситуации в Самарской области. Потому что пока на сегодняшний день мы знаем, что, к сожалению, рождаемость никак не может перебороть, перейти графу смертности. То есть мы приближаемся, конечно же, с каждым годом, рождаемость растет, смертность уменьшается. Но в любом случае вопрос о прерывании беременности, он остается актуальным и открытым. С каждым годом в Самарской области состояние улучшается, конечно же, по этому вопросу. Каждая, наверное, третья женщина на сегодняшний день отказывается от прерывания беременности в пользу рождения ребенка. Если взять по нашему центру, то наш центр активно принимает участие по профилактике, по борьбе абортов на сегодняшний день. Так как с апреля 2015 года на базе Самарского областного медицинского центра династия открыт центр медико-социальной поддержки беременным женщинам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Юлия Михайловна руководит этим центром. Да, естественно, в нашем центре активно работать с такими пациентками – это психолог Головчук Наталья Васильевна. То есть в чем важность создания этого, открытия этого центра? Конечно же, в первую очередь мы должны поменять, наверное, мышление или мнение граждан, что аборт – это правильно. Нет, мы должны сменить, наверное, настроить наше население на том, что рождение – это правильно, что все-таки дети – это будущее нашей страны, это чудо. И поэтому в большей степени сменить направление мышления женщины в данной ситуации на то, что все-таки нужно родить данного ребенка. Мы должны в этом помогать женщине. Какие, конечно же, причины или мотивации провоцируют женщину на все-таки выбрать пользу прерывания беременности? Их множество, и множество этих факторов не мотивировано ничем. То есть, конечно, женщина в первую очередь встречается с чем? Узнав о том, что она беременна – это страх. Что будет? Что дальше делать? Это какая-то социальная, может быть, неустойчивость, материальная неустойчивость. То есть, отношение партнера. Может быть, партнер не желает на данный момент получения рождения этого ребенка. И вот с такими проблемами каждая женщина встречается, и она одинока в этой проблеме. Поэтому наш центр готов помочь этой женщине сделать правильный выбор. В каких-то ситуациях наш центр сотрудничает с социальными структурами. Это Министерство социальной демографической политики. Это и Министерство образования. То есть, естественно, каждая женщина, если встречается с такой проблемой, ей некуда не идти, пусть приходит к наш центр. Мы активно сможем помочь ей сделать правильный выбор, если он будет необходим. На самом деле, вот то, что вы сказали сейчас, очень важно, потому что надо понимать, что ты можешь куда-то пойти с этой проблемой. Ну и в завершении все-таки вот еще о чем хотелось бы спросить вас. Самара один из крупнейших российских городов, но все-таки не Москва, а не Санкт-Петербург. И поэтому хотелось бы понимать, а что можем мы? Вот какие новейшие медицинские технологии есть у нас и, соответственно, какие доступны жителям Самарской области? Да, хочется рассказать жителям нашего региона, что с 2016 года стала возможна диагностика пренатально-неинвазивная. Я сейчас расшифрую простыми словами, что это такое. Для женщины старшего репродуктивного возраста возрастает риск рождения ребенка с хромосомной патологией. Для того, чтобы провести диагностику и не допустить рождение ребенка с болезнью Дауна, Кленфертера, Шершевского тернера, основные хромосомные патологии – это 5 хромосом. 21, 13, 18 половые хромосомы. Для этого возможно провести неинвазивно, то есть по крови матери, выделить фитальную ДНК и определить хромосомы у будущего ребеночка. Вот эта диагностика сейчас доступна в рамках медицинских услуг, которые предлагает наш центр. Это прям какие-то чудеса. Совершенно верно. И второе направление, которым занимается также медицинский центр «Династия» – это клеточная технология. С 2016 года мы внедрили новую медицинскую услугу – это выделение и хранение мезинхимальных клеток, стволовых клеток из пульпа молочного зуба деток. Никто еще не остался с молочными зубами. Молочные зубки должны меняться. Совершенно верно. И вот из пульпа замечательно выделяются мезинхимальные клетки. Для этого только вовремя нужно этот зубик нам в центр, в лабораторию доставить. Эти мезинхимальные клетки можно будет применять, и сейчас их уже применяют для регенеративной медицины. Они дают регенерацию костной ткани – это повреждение кости, регенерацию хрящевой ткани – это патология суставов, и перспективное направление применения регенерации нервной ткани. То есть это инсульты, последствия инсультов, последствия травм. Поэтому хранение таких мезинхимальных клеток – это биологическая страховка. Это клетки только для донора или они могут применяться? Для членов семьи также они могут применяться. Я не могу не сказать, что я поражена, потому что… Вы тоже первый раз слышите. И третье направление – с 2016 года мы внедрили технологию, отработали методику совместно с детской клинической больницей имени Иванова. Это первая детская больница наша. Применение клеток пуповинной крови, так как в нашем подразделении есть еще банк пуповинной крови, для детей с детским серебральным параличом. Мы получили успешные результаты у каждого ребеночка с этой патологией. И данная технология сейчас широко внедряется уже в практику. Я беру обратно все слова по поводу маленького города, ни Москвы, ни Санкт-Петербурга. Это же здорово, что то, что казалось еще совсем недавно просто выдержкой из фантастического какого-то романа, все это сегодня уже есть и существует. Доступно у нас в Самаре, доступно для наших жителей. Доступно в государственном бюджетном учреждении. А это означает, что не нужно на свое лечение, на решение своих проблем тратить какие-то невероятные деньги, где-то их искать. Ехать в Москву, Санкт-Петербург, Израиль, Германию. Да, эти технологии доступны у нас в Самарской области. Такое фееричное все-таки, мне кажется, завершение нашей сегодняшней программы. Думаю, что наши зрители позволят мне сейчас от лица всех сказать вам огромное спасибо за то, чем вы занимаетесь, потому что ничего нет важнее для людей, чем рождение ребенка и чем семья. Спасибо большое за участие в нашей программе. И так бесплодие часто приводит пары к различным стрессовым ситуациям. Но даже если ваши проблемы кажутся вам неразрешимыми, не стоит отчаиваться. Современная медицина располагает огромным количеством средств для диагностики и лечения бесплодия, среди которых опытный врач сможет выбрать метод лечения, необходимый именно вам. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова